Добрый вечер! С вами Максим Морозов и новости из области. В ближайшие три минуты вы узнаете о самых интересных и важных событиях нашего Подмосковья. Добрый вечер! Почти 280 купелей откроют в Московской области для рождественских купаний, сообщила пресс-служба зампредообластного правительства Дмитрия Пестова. В ночь на 19 января православные верующие будут отмечать крещение Господне. В храмах пройдут праздничные богослужения, а затем священнослужители вместе с прихожанами соберутся у рек, озер и других водоемов для участия в традиционном ритуале – погружении в святую крещенскую воду. Порядка 110 тысяч школьников и студентов Подмосковья прошли тест на наркотики в 2016 году. Из потребителей поставлены под диспансерное наблюдение 175 человек, что составляет около 60% от числа выявленных. Максимальное количество потребителей наркотических средств зафиксировали в Либерецком районе, Озерах, Ивантиевке и Ногинске. Губернатор оценил работу коммунальщиков в Морозе. Они оперативно справились со сбоями, произошедшими в это время в регионе, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на губернатора Андрея Воробьева. В последние дни праздников ударились сильные морозы, и вся система ЖКХ оказалась под серьезной нагрузкой. «Считаю, что абсолютное большинство территории очень внимательно и профессионально подошли к исполнению своих обязанностей», – сказал Воробьев в ходе расширенного заседания регионального кабинета. Во время новогодних праздников сотрудники поисково-спасательных подразделений смогли вывести из леса пять человек, которые заблудились. Поисковые работы были проведены оперативно, без негативных последствий для жизни и здоровья потерпевших. Как сообщает пресс-служба заместителя и председателя правительства Московской области, три человека потерялись в лесном массиве Клинского района, еще двое – в Сергеево-Пасадском районе. На этом все. Смотрите через неделю наш новый выпуск. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин